Считанные минуты до приезда кареты скорой помощи. Для жителей Октябрьского теперь это не мечта, а реальность. В поселке открылась собственная подстанция, которую 40 тысяч человек ждали давно. Как работает новый объект здравоохранения, узнавала Анна Троян. 10 минут до двери пациента вместо 20-30. Когда помощь нужна срочно, каждая секунда на счету. Четыре бригады в несколько смен держат руку на пульсе неотложных вызовов жителей Октябрьского и других ближайших поселков. Фельдшер Андрей Ржаной раньше работал в Люберцах. За месяц успел оценить преимущество нового объекта. Конечно, это приближает медицинскую помощь к населению, сокращается время доезда и обеспечивается более рациональная работа. Это бригад скорой помощи. Данные подстанции, они очень важны именно в районах, отдаленных, так скажем, от центральных подстанций. Сократить время приезда удалось в том числе из-за удачного расположения. Новая подстанция работает бок о бок с пожарной частью за углом выезд на федеральную трассу Урал-М5. А ведь объект мог так и не открыться. Его строительство еще в 2008-м бросил застройщик ближайшего микрорайона. Это был недострой. Мы впоследствии данной темой занялись, нашли деньги. Это деньги небюджетные тоже за счет привлеченных средств, за счет небюджетных источников. Эту подстанцию мы достроили. Цена вопроса где-то в пределах 12 миллионов рублей. На эти же средства и оснастили подстанцию. В здании есть диспетчерская, несколько комнат отдыха с душевыми, оборудованная кухня и раздевалки, которые рассчитаны на увеличение штата. Планируем, что сегодня будет пятая бригада, это бригада территориального центра медицины и катастрофы. Это те бригады, специализированные реанимационные бригады, которые будут выезжать на все катастрофы. Количество бригад станет больше и по мере заселения нового микрорайона Таймилина-2018. Анна Троян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.